здравствуйте уважаемые друзья хочу предложить вашему вниманию по вашей просьбе нимфу как ее знат называют златоглавой но в данном варианте она у нас серебряная это gold head caddis как вы уже заметили я одел латунную голову головку окрашенную серебряный цвет прокатал свинец чтобы у меня была вот такая конусность и на крючке grab shrimp с вами будем выполнять такую конструкцию учитывая то что тело здесь у нас сильно не разгонишься по величине крючка мы постараемся с вами выполнить его компактным и в то же время достаточно чтобы был привлекательным закрепили нить нить я беру несколько потолще но белого цвета потом мы ее поменяем с вами если в этом будет необходимость в качестве сегментации я буду использовать как обычно вот такой наш новогодний дождик который напоминает нам юнифлос по вашей просьбе как всегда мы будем изготавливать из подручных материалов те которые у нас будут под руками но особенность этой нимфы заключается в том доводим почти до самого загиба середины вернее загиба как вам будет удобно и в зависимости от величины вашего крючка выберите для себя сами величину захода за загиб больше меньше это уже не существенно это чисто эстетически и немножко подровняю я вот так свинец так как дабинг я буду использовать светлый чтобы при намокании у меня не было проявления нашего свинца оставляем у загиба тело нам можно изготавливать как из вот такого непонятного цвета вроде бы как и персики не персик и вот такой канареечна оливковый цвет светлый я вы выберете для себя сами в принципе то эту модель можно изготавливать как в зеленых тонах чисто в зеленых в оливковом тоне сером коричневом и как я вот сейчас буду изготавливать и желтый и не желтый и зеленый не зеленый я беру из набора вот штапельный это штапельный кусочек нашей шерсти для того чтобы изготовить тело так как нам это необходимо с расчетом чтобы была сразу сегментация если у вас такого материала нет вы можете изготовить из даббинга использую даббинговую петлю или же даббинговую нить методом нанесения как мы обычно уже делали сперва как всегда у нас совсем немножко подхватили нашу шерсть потом я беру прокручиваю вот так на нитке и у меня образуется вот такой жгутик который тоньше идет толще еще толще если больше мы будем с вами прокручивать еще тоньше будет получаться на жгутик и теперь аккуратно виток витку стараемся по необходимости подкручивать наш даббинг начинаем сегментировать наше тело за счет того что мы с вами придали небольшую конусность нашей нимфе и мех подобрали так чтобы он был вначале потоньше потом потолще у нас выходит хорошее тело сразу с сегментации доходим до нашей грудки как вы видите меха мне вполне достаточно дальше я уже этим мехом работать не буду я сделаю один вот так оборот убираю мех проматываю и удаляю остатки и и теперь спокойно нанесем капельку клея и закрепим нашу нашу нить на всякий случай сделаем узелок так как будем сегментировать нашим люрексом он у нас несет чисто такую декоративную функцию поэтому вначале я делаю загиба по крючку один оборот и выбираем для себя тот шаг выполним сегментацию по нашему телу по возможности желательно чтобы у нас веточки были как можно ближе друг к другу здесь мы уже с вами не полиэтиленом ничем не обматываем потому что этого вполне достаточно для того чтобы у нас вышло такое тело опять немножко нанесем клей и теперь для того чтобы у нашего нашей нимф очки создать иллюзию лапок которая у нее и крылышек которые у нее прорезаются момент всплытия нам необходимо с вами подготовить перо перо я вот взял обыкновенно вот такое куриное и теперь можно использовать перо cdc можно использовать любое другое перо которое вы предпочтете но желательно чтобы она была мягкая и не было достаточно жестким так как это у нас подтянули выполняет функцию тех крылышек которые у нас проявляются и начинаем вот так немножечко подтягивать крылышки должны приблизительно доходить у нас вот сложенном состоянии до загиба желательно не переборщить отлично и теперь ровно вот сколько нам необходимо подровняем наши крылышки с нашими перьями они должны располагаться сбоку и назад вот так как вы видите все годится остатки я не отрезаю а перевожу вот так чтобы выполнить у нас своеобразный чехольчик нам необходимо с вами изготовить грудку грудку для большей привлекательности я буду изготавливать можно из павлина но я возьму вот такой даббинг учитывая то что мушку мы свою хорошо грузили и она у нас будет работать на больших глубинах поэтому я как обычно до первого касания нанесли подтянули немножечко вот так наш даббинг здесь у нас больше чем достаточно уже нашей грудки обозначена вот столько будет вполне достаточно и переламываем теперь к шарику наше перо следим за тем чтобы она ни влево ни вправо не ушло отрезаем наше перышко слегка вот так подвернув еще раз промотаем и удаляем для того чтобы симпатичная и не было вот такой вот шеи которая у нас образуется за счет нашей нитки я обычно совсем немножко беру еще даббинг совсем совсем щепоточку но для того чтобы не выполнять 10 раз одну и ту же работу я обычно сразу наношу немножко клей на нитку и буквально один-два оборота вполне достаточно для того чтобы закрепить нам весь материал вот так и нашу нить мы отрезаем вот и все друзья как вы видите вот такая симпатичная поправим наши крылышки так чтобы они у нас по бокам были как положено и вот такая наша симпатичная нимфочка которая хорошо выраженное тело работает по карасю по карпу по окуню по любой белой рыбе какую можно будет выманить такой личинкой единственный вопрос это то посмотрите по расцветке если будет необходимо значит можно тогда спокойно взять и почесать немножечко нам даббинг благодарю вас за внимание до скорых встреч